Чтобы быть с географией на ты, необходимо знать физику, математику и химию, не забывая при этом много читать. Ученики первого лицея добились хороших результатов в этой науке и на Всероссийской Олимпиаде школьников заслужили звание призеров. Я хотел бы, в общем-то, связать свою жизнь с географией и больше всего меня притягивает именно картография, потому что я считаю, что эта работа больше на местности, потому что географ – это тот человек, который должен выходить в поле, работать с лопатой, должен что-то чертить. Несмотря на то, что многие материки открыты, многие острова уже исследованы, но география – это непаханное поле, можно сказать, потому что много всего еще не открыто. Призером финала Олимпиады стала еще одна одиннадцатиклассница лицея номер один Анастасия Журавлева изучать географию углубленно начала три года назад. Сначала у меня не получилось выйти на городской этап, потом я уже вышла на республиканский этап. И в итоге в этом году я впервые вышла на заключительный этап и сразу стала призером, что меня очень сильно обрадовало. Финальный этап Олимпиады проходил с 21 по 27 апреля в Нижнем Новгороде. Участие в нем приняли 206 юных географов со всей страны, которые показывали теоретические знания и работали на местности. Чтобы ребята могли набрать наибольшее количество баллов, им пришлось неплохо потрудиться со своим преподавателем. На региональном этапе в Уфе я очень переживала. Я знала, что они станут призерами, но нам важно было набрать высокие баллы, чтобы попасть на заключительный этап. Оправдали доверие, они прошли этот проходной балл. Призерами и победителями Всероссийской Олимпиады школьников ученики лицея номер один становятся уже не первый год. Преподаватели учреждения сообщают, что есть выпускники, которые уже нашли себя в области картографии и геоинформатики и достигают высоких результатов. Так что у лицеистов есть все шансы стать заслуженными географами страны. Татьяна Галиева, Иван Кузнецов, информационная программа «Ежедневник».